Приниматели, физлиц просят, они не хотят ничего делать за это, они не хотят ничего делать за это, они не хотят за успокоен, я могу сказать, ваше согласие или мое согласие значит ровно ноль, есть закон, и если мы не будем действовать по закону, мы доиграемся. А вы говорили это все, что когда мы вошли сюда? Спасибо, Александр Александрович, ну прежде всего, наш закон, это закон о местном самоуправлении. И про аренду земли тоже. Да, и я двумя руками голосую за то, что говорит депутат Харцов. Вы стоите на точке закона, я извиняюсь, а мы стоим на точке оранжавого, поэтому каждый депутат округа знает, какая у него ситуация на округе, это первое. И второе. Вы же сами себе противоречите. Мы решение примем на год. Что люди, полгода ходят по кругу, пока проголосовали эту вторую сессию, и год закончится. Но это же успешно над людьми. Лично я не хочу в этом участвовать, на год голосовать. Я поддерживаю все цело 3, 5, 10. Если архитектура дает заключение положительно, земельное управление, какие разговоры? Это наше право депутатов. Спасибо, Андрей Владимирович. Изначально те договоры аренды, которые заканчивались у этих предпринимателей, были уж точно не на год. Они были на 3-5 лет. А продлили мы их на год. Поэтому руководство и с логикой коллеги Филевского в таком случае необходимо поднять вопрос о том, чтобы те предприниматели, которые получили продление аренды на год, в связи с тем, что по сути нами был нарушен закон и мы изменили срок, на который у них был предыдущий договор, то все эти решения на сегодня необходимо, если предприниматели захотят обратиться, продлить на тот срок, на который они имели право. А это, соответственно, 3, 5 и так далее лет. Если я не прав, Ростанович, поправьте меня. Что-то получили еще один фактор. Депутат Филевский балл, как говорится, он на свое провознение за 4-2 года. Случилось то, что... Я вас не перегревал. Извините. Ну, пришедшая городская голова, новая команда, это Горгоска. Вы перегреваете. Вы депутат 4-й СССР, а ведете себя в городе Новобрана. Почему? Ну, потому что. Почему? Вы уточните, какой городской голова. Потому что один городской голова по 5, по 10, по 20 лет. Второй городской голова по 3, по 10 лет. Один... Что вы меняете каждый раз? Это вы, депутат, столкнись с созывом, вы меняете вот эти карты в колонии. Вот. А не я. Я не меняю. Понимаете, почему я? А чего меня перегревать? Я правду говорю всегда. А кому-то невыгодно. Но. Что ты смеешься? Что? В том созыве принимали по 3-5 лет, по 10. В этом созыве выборочно. Тому на год, тому на 3, тому на 5, тому на 10. Больше того. Тому посильное листование даете. Вот. Что это за игра? Наперсичники какие? Я не согласен с этим. Вы говорите, да, действительно. Я это все помню. Уважаемые коллеги, председатели комиссии. Я был депутатом с созывом и дважды был в земельной комиссии. Все это знаю. И что получалось? Давали людям. На 3, на 5, на 10. Что, хочешь что-то стало? А сейчас что? Что? На год. Чтобы потом ходили и просили. Это же правильно? Анатолий Викторович. Право, хорошо? Анатолий Викторович. Попробуйте друг друга уважать. Да я уважаю, но ты чем меня трогать? Олег Викторович. Да, пришел. Мы вызваны городской голова с командой. Обозначили срок 1 год для всех предпринимателей. И сказали, мы за это время разработаем комплекс в городе, в городе, в городе, да, это будет борьба с парадом, ну, беремся незаконно. Букки. Было ли это? Было. Мы решили тогда, взяли баскопольцу, поддержали. Вот вышел, ничего не взвинул. Комплексной схемы нет, даже по совместке нет. Мало того, главная архитекта вообще не приходила в нас в земельной комиссии. Она постоянно сидит. Она же здесь живет. Вы социал-карейки, да? Нет, она уже существует. У нас есть протоколы, по которым нужно поднять сколько присутствовал главная архитекта Анатолия Георгиевича. Поэтому было принято следующее решение, учитывая то, что у нас были чаяния исполнительной власти. Было принято следующее решение. Рекомендация. Все предприниматели настроены подавать наборки. Анатолий Георгиевич право было 5 лет, у кого 10 лет, у кого 5 лет было. И по законной мере право продлить на такой же самый срок. Ну и юристы госполкома нашли какие-то лазейки, не знаю, основания. Почему отказывали? Почему на год? Нас убедили. Так вот. Я предлагаю нашу рекомендацию комиссии. Год для остановочных проектов оставили. Три года для тех, кто подал заявление на меньший срок, три года оставили для предпринимателей, потому что, возможно, они не знали. А те, кто подали на тот срок, как согласно законам было на 5 лет, на 10 лет, на право продлить на другой же срок, тоже поддержали. Какие предложения? Вот на данные решения. Я согласен. Уважаемые коллеги, позвольте себе немножечко не поправить, а подпишись на наш коллегу Яковлеву. Там, где люди согласились и подписали дополнительное соглашение в договорах, они акцептовали нашу аферту. Да, они согласились с явно, скажем так, неправильным подходом, но они согласились. Для того, чтобы мы здесь не ломали сроки и не было таких... Это как я в космовике. Не знаю, не буду я... Но вы же адвокат. Это разные, знаете, разные, как разгляд, право держаться. В разных подходах. Смотрите, в данной ситуации проблема, как ни странно, решается достаточно просто. Решается она, начиная с НАПа. Почему? Потому что каждый администратор, который принимает этот денег материал, должен посмотреть и разъяснить. Вот то, что мы имеем и развлебаем здесь, это недоработка от НАПа. Если бы каждому гражданину, который приходится говорить «Я хочу прожить право действия этого договора», администратору разъяснял бы, посмотрел бы в два пункта. Пункт действия договора до, да, и спросил бы, вы хотите продлить или вы хотите прекратить? Если вы хотите продлить, вы должны подать два дополнительных соглашения на тех же условиях, на тот же срок. А мы их рассматриваем. Если соглашаемся, соглашаемся, подписываем. Если не успеваем согласиться, предприниматель пользуется больше месяца, с момента истечения, сколько месяца договора, то эти два дополнительных соглашения идут на подпись «Уполноважение особи». Это была городская глава, сейчас мы такого «Уполноваженную особу» снова, увы, не вынащили. Вот и всё. И вот этих ломок, и вот этих годов, двух, трёх, пяти, априори быть не может. Потому что всё уже придумано и написано до нас в договорах. А мы, как всегда, используя практику поломать через колено, поломать людей. Анатолий Григорьевич, к чему это приводит? А знаете почему? Я отвечу на вопрос. А потому что закон не читают. Потому что я не читаю, потому что вы не предприниматель. Вы с этого пуска хлеба не живёте. Я как раз предприниматель. Нет, вы юрист. А там закон, да и что, туда повернул, туда и выйти. Когда город в городе он останется, то, что нам выдавали раньше, там, где попало, весь город застроен водками, это останется навсегда теперь? Нет, конечно. Как нет, конечно? Как вы собираетесь этим бороться? Очень просто. Надо было очень внимательно слушать то, что вы говорите. Я внимательно слушаю. Объясняю. Мы сколько раз говорили, и вот зам городского головы подкредит. Сколько мы раз говорили, нужно сделать иммунитаризацию всех этих гудок. Я правильно говорю? Вот сидит зам городского головы, пусть подкредит. А как это дело? Было так или нет? Говорили не раз. Ну не дошло у нас. Вот надо сделать иммунитаризацию. Так как мы угрожали на 5-10 лет? И это будет это иммунитаризация? Да у нас стоит 20% в 30% и вообще не заход. Не только. У нас даже люди, которые заходятся, они не должны стоять. Потому что какие места, где они расстановлены, это места для людей, а не для будок. А люди ходить не могут. Мы об этом тоже говорим. Страница 36-37. ГУ, ОСЖБ, Каштаб. Если человеку надо все хлебать, где заработать? Пошли, Сергей Викторович, Сергей Викторович, Сергей Викторович. Страница 36-37. ГУ, ОСЖБ, Каштаб. Там 14 тысяч квадратных метров, спортивная 21. Это, я понимаю, там Динамо, там Украина. Что это такое, 4 тысяч квадратных метров? Там была территория, Динамо. Александра Викторович. Мы сейчас обсуждаем те, которые мы не голосуем за. А с остальными, кто скажет? Да, с остальными. Нет, а здесь, поднял вопрос, поднял крестинка по поводу коробки. Меня сейчас интересуют на спортивные 14 тысяч. Это, конечно, я вот тут вот перенесу грант. Да зачем? Давайте перенесем. Перенесите, пожалуйста. Ну, там, кажется, посмотрят. Ну, а сейчас мы надаем только. Татаранова изучала. Ну, что это? Футбольный клуб, выглядит весь. Или что это? Это футбольная база? И что это? Это футбольная еще. Это в Жилхе есть на этой футбольной базе. Где она? В городе Николаеве нет футбольной базы? Нет, теперь я разобрал. Нет, одержана девушка. Это бывшая футбольная база судостроителей. Продает. Где у нас сейчас там? Там официальная зона, там прибрежная зона. Там на каком основании вообще была выдана аренда? Давайте мы перенесем. Да, давайте изучаем изучение дальше. Я хочу сразу, чтобы мне архитектура на следующий комиссию сделала вкусного по этим участкам. Я хочу, чтобы они пересмотрели свой обыск. Да не знаю, это бывшая база судостроителей. Светланд, мы перенесем на следующий. Да не надо перенесем. Андрей, не устраивайте, пожалуйста. Уважаемые коллеги. Он же предприниматель. Он понимает, о чем он говорит. Про длительный такой короткий срок это, безусловно, очень слабая такая возможность уверить всегда в том, что нужно инвестировать. Однако я бы хотел, учитывая присутствие здесь журналистов, отметить следующее. Не выходит никаким образом, и призываю коллег, мы не должны к этому относиться, и мы к этому не относимся, так, чтобы сразу же через несколько дней после того, как выразили недоверие городскому голове, мы принялись, условно говоря, заниматься тем, в чем нас пытаются обвинять. То бишь, огульно начать продлевать сроки. Я призываю всех к тому, к чему призывает Руслан Николаевич. К тому, чтобы сегодня и чиновники, и депутаты городского совета действовали согласно действиям нашего законодательства. Мы сегодня от коллеги Хрилевского услышали, что на самом-то деле, вот те предприниматели, которые мы продлеваем надо, имели полное право получить продление ориентгизалина гораздо большие сроки, то есть на те сроки, на которые ранее были заключены договорами ориентгизалины. А это и на 3, и на 5 лет, а может быть даже и на больший срок. Именно поэтому, безусловно, я поддерживаю эту рекомендацию, которая была принята нами неоднократно. Но, помимо прочего, я предложил бы обратиться к секретарю городского совета, становящей обязанностью на Татьяне Викторовне Казаковой, от нашей комиссии, с тем, чтобы нам было дано разъяснение на следующую комиссию, соответствует ли действующему законодательству возможность продления предпринимателям договоров ориентгиземельных участков на те сроки, на которые у них были предыдущие договоры ориентгиземлины. Потому что сегодняшний протокол, даже с новыми вопросами, он весь состоит из продления на один год. Я могу ошибаться, но, наверное, я, скорее всего, прав, что большая часть этих предпринимателей, ну, любого, можно взять, кто в Стив, какой-то, Зубчевский, Сергей Александрович и так далее, они все позначены по службе на РИК, но, скорее всего, их договоры ориенты гораздо на больший срок. Если у нас будет понимание, что мы не имеем права продлевать на больший срок и только на РИК, то тогда мы должны понимать, что это соответствует закону, а мы не нарушаем закон. Если же, наоборот, предполагающие обязанности мэра, подкрепившись позицией служб, которые имеют на это право, нам скажут, что продление должно быть только согласно закону на те сроки, на которые было, то мы будем продлевать согласно закону. Да, простите. Может, у нас уже комплексная схема есть, и просто управление на достроительство, архитектуру ее прячет там. А мы вот ее сейчас выложим за принимателем, выдадим его. Славик, вы же сами говорите. Да, это вопрос, вы сами знаете. Мы сидим, чего-то ждем. Так, это надо оправдываться. Да, так будет. Подставление приобретания по настройкам порядка со стороны архитекта. Продолжение следует...